Надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть! На сайте anylevel.com вы можете купить аккаунт с любым рейтингом, данные от которого вы моментально получите на свой email. А также вы можете заказать буст рейтинга для своего аккаунта с возможностью онлайн контроля прямо на сайте. anylevel.com Для подписчиков канала скидка по ссылке в описании. Здравствуйте, мальчики и девочки! Вы попали на 4 выпуск рубрики 8К ММР с нуля. Скоро юбилейный. Из названия вы могли понять, что сегодня речь пойдет об эсэфе, но начинал я с пугны, и причина этому была наитупейшая. Сегодня, вернее вчера, вышел ролик, где я выбил на сайте SGMLarkarkana на ЦМку, ну и в тякой мелочи рублей на 500. Хотя нет, я еще на спектру шмотку за 800 выбил. Ну короче, среди этой мелочи был вард на пугну, имморталский. И за несколько дней до этого мне еще и в самой доте выпил сет на пугну. Еще и на ютубе ролики начали появляться про то, что пугна это хороший мизер, которым может поднимать рейтинг вплоть до 6К. Первым вроде бы такой видос выпустил Darksaru, но остальные подхватили. Так вот, на пугне я ни разу в жизни не играл, поэтому решил, что сначала стоит потренироваться, после чего пошел на аккаунт, где было 3000 рейтинга. Изначально в планов у меня было сыграть 20 игр подряд, но в итоге я сыграл немного поменьше. Винрейт у меня был достаточно неплохой, где-то процентов под 80. Ну и после того, как я выиграл 4 игры подряд со счетом миллион на ноль, я решил, что можно идти на тот самый аккаунт из рубрики, за которой вы сейчас наблюдаете, и давать всем пизды. Но по итогу отхватил сам. Первую игру я вроде выиграл, вернее я как обычно загнобил вражеского мидера, а дальше что-то пошло не так. И я решил сделать ставку на Свена, с которым я, к слову, всю игру срался. Но как только я начал в него ультовать, он сразу подобрел, и мы с ним помирились. Страта у нас была простая. Он залетает и бьет всех, а я насасываю в него хп, чтобы его не убили. Ну а чтобы у меня у самого хп не закончилось, я взял Тараску. И кстати, это очень жестко. Буквально за 2 или 3 замеса, после которых мы выиграли игру, я нахилил ему почти 16 тысяч хп. Ну а в Next игре я попался против Хиблана, который в прошлой игре был за Рики. Он мне попытался доказать, что Тараска напугнул нахуй не нужна. Я сначала вежливо с ним общался, но он оказался деревянным, как некоторые мои комментаторы. Поэтому я просто попросил завалить его ебало. Ну и в итоге он обиделся, и вот в следующей игре он начал мне мстить. С ранних минут он начал приходить в мид, и после того, как он пару раз при попытке меня убить сфитил сам, он судя по всему подговорил бару, которая по КД брала разгон на меня. Ну и вдвоем они меня убивали. А знаете, ради чего все это было? Чтобы в конце спросить у меня, как Тараска? Какой молодец, ты у тебя мой пупсик. В общем, после этой игры я окончательно понял, что в стол выигрывать на пугне нереально. Ну и ко всему этому я хуевая пугна. И как говорится, не умеешь срать, не мучай жопу. Вот я и не мучаю, поэтому я пересел на эсэфа. Что тоже было так себе затеей, но на эсэфе я хотя бы играть умею. Предлагаю сразу перейти ко второй игре, ибо в ней я понял, что такое ненавидеть и восхищаться одновременно. Вот третья минута игры, я стою в миде против Траксы, но куда же собрался Даззл? Да еще и смог прожал. Ты что, совсем больной ублюдок? Обидно, конечно, что я не успел дать Койл, которым убил бы Траксу, но зато Даззл Куру мне подарил, что показывает его уровень игры. Ну как же он, сука, старается? Вот пятая минута игры, и вновь он меня убивает. Последняя моя смерть в этой игре на шестой минуте. Также за игру Даззл купил 18 вардов и своевременно апнул Куру. Ну и, разумеется, сейвил своих союзников по КД. Определенно это не бустер, особенно если учесть, какой герист он высирал в общий чат. Этот Даззл, конечно, очень сильно меня удивил, но добил меня своей игрой Рубик, который был за меня. Он также ставил варды, но самое главное, по КД воровал и грамотно использовал полезные скиллы, в том числе и Крест Даззла. Особенно хорошо мне запомнился файт на 25-й минуте, где благодаря Рубику я выжил и сделал ультра-килл. Кстати, у многих сейчас возникнут вопросы, что это за хрень с камерой. Все просто. У меня изначально была херовая мышка, а в последнее время еще и колесико начало лагать. Но заменить я ее не могу. Видимо, потому что очень много со своего канала вытягиваю. Ну и теперь предлагаю вам ознакомиться просто, блять, с уникальным человеком из шестой игры. Вообще, пока я записываю ролик, у меня накапливается куча видосиков. Во-первых, я записываю все игры, чтобы если будут какие-то забавные моменты, я мог бы их вставить в выпуск. Во-вторых, уже после того, как я поднял эти 250 рейтинга, я скачиваю реплей и записываю много-много разных моментов, чтобы потом все это нарезать и вам было на что смотреть. Ну и разумеется, это должно соответствовать тому, что я говорю. Ну и с озвучкой тоже не все так просто. При озвучке одного ролика я обычно создаю штук 5 звуковых файлов и потом уже вырезаю все запинки, склеиваю и вот получается то, что вы сейчас смотрите. В общем, смысл в том, что у меня есть папка, в которой скапливается до сера видеодорожек и звуковых, которые я периодически удаляю. И да, вы правильно поняли, к чему я веду. Да, я обосрался и удалил все записи рофловых матчей, которые я записывал. Сори, я даун, мне очень стыдно. Но про этого троля я все же постараюсь рассказать своими словами. Давайте начнем с его ника. 2к лайков чел. И тут он не напиздел. У него действительно 2к лайков, даже больше. Но откуда у человека с таким низким ММР столько лайков? А все просто. У него на аккаунте почти 9000 матчей и винрейт при этом 49%. Но зато много лайков, которыми он, судя по всему, очень гордится. Ну и скорее всего, именно эти лайки развили в нем навыки профессионального от слова анал-аналитика. Сейчас на своих экранах вы можете лицезреть причину проеба врагов, по мнению нашего эксперта. Кстати, если кому-нибудь интересно, то в игре он говорил, что я уебок, который проявляет ЧСВ к человеку, который вытащил мне катку. И поэтому он меня замутил и сказал, что в конце игры даст мне репорт. Хотя на деле я вообще ничего плохого не сказал ему за всю игру. Просто он очень активно всеми командовал и говорил, что мы сейчас проиграем. И в какой-то момент я спросил его, ты действительно думаешь, что мы можем проиграть? На что получил ответ, конечно! Ты не знаешь, сколько я таких игр проиграл. Мы даже еще близко не выиграли. Поверь моему опыту, если ты сам не понимаешь в доте. После таких слов я чехнул профиль и прихуел от количества сыгранных матчей. Ну и смеха ради начал слушать тролля и выполнять все его задания. Первым заданием было поставить форды, потому что я уже расфармился, а он еще нет. Ну а потом он сказал мне, что в этой игре необходима диффуза. Я продолжал советоваться с ним перед тем, как совершить какое-либо действие. Вплоть до того, как убить крипа или подобрать руну. И продолжалось это около 10 минут. Ровно до того момента, пока алхимика скулкой не начала рвать от смеха. После чего, как я сказал выше, он меня замутил. Кстати, алхимик тоже советовал со стролем. Вернее он спрашивал, как дать мне аганим. Очень жалко, что я даун, который удалил такое видео. Но уже ничего не поделать, поэтому предлагаю посмотреть на игру столь опытного супермена. С первых секунд игры я начинаю получать псевдопомощь. Сначала он помогает мне стопить крипов, но проебывается и пропускает одного. Затем он ставит мне вард, благодаря которому я по его мнению убил медузу в миде 150 раз. Ну и идет фармить лес. Фармит, 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 а потом вспоминает, что у него в холодильнике пиво остудилось. И идет за ним. Достает его из холодильника и вспоминает про то, что потерял открывашку. Идет в магаз за открывашкой, открывает пиво, выпивает его. После чего продолжает фармить лес. Затем у него появляются деньги на анальную палочку и он фуловый бежит за ней на базу. Ну а потом говорит мне, чтобы я поставил варды, ведь он, сука, не раз фармился. Я уверен, что многие не прочитали, я смотрел на карту и когда были замесы, я ультовал. Ну вот вам один из таких ультов. Охуеть, как он мне помог. А теперь уроки вардинга от профи. Ну что ж, сразу видно, что человек не зря 10к часов в доте провел. Также было несколько лузов и игра, которая длилась более часа, где против меня играл премного уважаемый подписчик. Лузы, по сути, неинтересны и показывать я их вообще не собирался. Вернее, то, что они есть, я не скрываю, просто рассматривать их не вижу смысла. Вернее, не видел смысла, но передумал. Мне просто уедомление минут 15 назад пришло на телефон, новый комментарий и оставил его человек, который заруинил мне одну из игр. Если меня смотрит Мирана, то возможно, меня будет смотреть Фреон из прошлого выпуска. Фреон, смотри внимательно. Это гайд от Мираны специально для тебя. Смотри, сначала стеришь крипов у своего мидера, который играет со счетом 9-1, после чего этот мидер должен спросить тебя, ты что, пидорас? На что ты должен ответить ему, что он выгнал тупое, а затем продолжить заглатывать хуй вражеской команды, после чего нужно пригрозить своему мидеру, что сейчас ты пойдешь сидеть, на что получить положительный ответ. Ну и не забудь уведомить вражескую команду о том, что СФ тебя задезморалил. А дальше все просто, закупаешь курочек, ведешь их по миду, ну и не забудь расставить по лесу синенькие глазики. Ну а если серьезно, я с первой минуты понял, что мы проиграли. За меня была девочка на Морфе, с которой я играл две игры назад. С нее я по дефолту не могу ничего требовать. Также за меня был Течис, который купил Куру и тем самым внес пользу в игру. Ну и также за меня был тот самый еблан на Миране, который вроде не быдло, но выстрел в чат то, что Течис нам не нужен, только в грубой форме. Короче, выигрывать было не с кем. Эту игру я без каких-либо проблем выиграл бы на Эмбере или Спектре, но СФ в эти не настолько силен, чтобы выиграть в соло. Конечно, мне неплохо так помогал Бестмастер, но все же сам он урона не вносил, а моего урона было недостаточно. Ну и похуй. Зато я в этой игре рампагу ебанул. И кстати, не только в этой. Короче, начинается игра и вражеская обезьяна пишет в чат «Это ты, который 8к МЛР с нуля?» Жаль, что эту игру проиграешь. Я чекнул профиль, а там 3 рампаги на Манки Кинге и в каждой игре по 30-40 фрагов. Думаю, ну все, походу проиграл. И СФ же просто булочка для Манки Кинга. Но что-то пошло не так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это счастливBC. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я сразу прочекал профиль У него там 200 или 300 игр на нем Ну и сумму, на которую мы играли Он решил уменьшить до 50 рублей Аргументируя это тем, что он не любит грабить людей Короче, после того, как у него упал трон Он сказал мне, чтобы я скинул ему свои киви И перевел мне туда 1 рубль Спасибо, чё? Кстати, сразу после проигрыша он убрал у себя из этих Как это называется? Я хз Вот видите, у меня квапа здесь Ну а у него там был клокер После поражения он его убрал Сильно я его расстроил походу Ну и теперь можно перейти непосредственно к СФу Сразу говорю, не советую его брать на низком рейтинге Вот у меня вроде за СФа миллион игр Вернее 2000 Но против меня брали Бару или Акса И я проигрывал, всё-таки это более командный герой А на низком рейтинге её просто нет Но всё же, если вы такой же мазохист, как и я Вот вам сборка, которую я использовал В стартом закупе я брал в рейсбенд Затем докупал боттл и сапог После чего дофармливал ПТ с Шадоу Блейдом И шёл убивать всю карту Против героев, которым нужно отключать пассивки Я сразу брал Сидер Ну а если их не было, то Драгон Лэнс Против Бара и Некра Я старался как можно раньше вынести ринку Но чё-то она мне не особо помогала Против Фурсы я пару раз галпику после Шадоу Блейда Но чаще всего после ШБ и Драгон Лэнса Я райт кликом брал гоним и бабочку Просто потому что забывал о том, что бабки надо тратить После покупки бабочки я шёл ломать строение Вновь получал много бабок и докупал Скази Также пару раз я взял фаз Дизоль Чтобы побыстрее закончить игру Ну и один раз доедал, чтобы ваншотить интимага Раскачка дефолтная На первом уровне качаем души Затем максим души и койлы с приоритетом в койлы Ульту берём на 9, 12 и 18 уровне Из талантов советую взять 20 к скорости атаки 175 к здоровью, хотя сам зачастую я брал бонус к магии 2 урона за душу И 150 к дальности атаки На этом я думаю можно закончить Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии Подписывайтесь на мой канал, если вы это ещё не сделали Ну и особо добрые люди, которые хотят помочь мне в развитии канала Могут поставить в твоей никдоте ссылку на мой канал Кстати парни, если у кого есть хотя бы 6000 рейтинга И вы желаете бустить, пишите мне в личку в ВК Просто в последнее время мои бустеры не справляются со всеми заказами На этом точно всё, с вами был Нижарк, всего доброго, ну а я пойду спать